Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Мы продолжаем с вами разбирать компонент Alpha User Point, урок номер 79. В этом уроке мы посмотрим с вами интеграцию и активацию правил для компонента форума Kunene. У меня уже на этом сайте форум установлен, осталось только интегрировать его с компонентом Alpha User Point. Если вы не знаете, что это за форум, ни разу его еще не видели, то у меня уже есть о нем серия уроков. Ссылочка на эти уроки вы сейчас видите у себя на экране. Итак, переходим в правила. У нас как раз идут на очереди начать тему на форуме, ответить в теме на форуме и благодарность на форуме. Давайте сначала разберемся, какое правило нам нужно, а какое не нужно. Начать тему на форуме я не вижу смысла здесь награждать баллами участников. Может быть в какой-то специфике это пригодится, но мы его включать не будем, потому что форум, как правило, это какие-то вопросы. Вопросы могут задавать много людей и просто за вопрос награждать баллами не вижу смысла. Если только начинающий форум какой-то вы хотите, чтобы он был наполнен вопросами, в качестве поощрения можно включить баллы, но здесь нужно быть внимательным, чтобы не засорили форум ради накрутки этих баллов. Поэтому я здесь не включаю. Следующее у нас правило. Ответить в теме на форуме. Вот это как раз таки уже интересно. Здесь можно наградить баллами. То есть человек кому-то может ответить, помочь ответить на вопрос. Конечно же за это нужно поощрять и также следить нужно за тем, чтобы не накручивали. Вам придется создать страницу правил, чтобы люди не нарушали эти правила, если они будут нарушать. Накручивать себе баллы. Ну просто будете их банить и все. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Давайте зайдем в это правило. Тут практически у нас все то же самое. Название правил можно поменять на свое. Также описание и тип плагина. Ну не выжу смысла здесь что-то менять. Баллы. Ну также поставим 1 балл. Вознаграждение. Фиксированы баллы. Ну да. Процент. Нет. Также по усмотрению истекает выбрать дату. Нет. Дисплей. Да. Опубликованы. Да. Автоматические утверждения. Ну здесь можете посмотреть. Да. Нет. Если поставим нет, то пока вы не проверите как модератор. То есть как прореагировал пользователь. Как он ответил. То есть тут конечно же нужна команда людей. Если у вас много будет форум-чан, пока можете оставлять все «Да», если у вас мало народу на сайте. Метод «Единожиды для пользователей» я выставлю. Ну и также не забываем, если вам это будет нужно, настроить сообщение. В принципе, можно не трогать. Это уведомление на фронтальной части сайта, я напоминаю. А вот уведомление на форуме можете также оформить для себя. Все. Мы назначили балл. Сохранить, закрыть. Дальше. Благодарность на форуме тоже хорошая вещь, но тоже нужно быть очень внимательным, чтобы не накручивали баллы. То есть на форуме Кунена есть такая кнопка «Спасибо». То есть за хороший ответ человек может нажать «Спасибо» и у вас там будет под постом написано «Этот человек нажал вам спасибо». И вот также можно вознаграждать его за то, что он вас поблагодарил. Давайте перейдем в это правило. Итак, уровень пользователей. Вот здесь вот лучше выбрать «Регистрат» только для зарегистрированных. Это возможно, чтобы было. И вот тут классно, есть новая функция «Получение баллов». Смотрите, вот здесь написано «Присвоение баллов пользователю, получившему благодарность на форуме Кунена». То есть вы ответили на форуме, хорошо ответили, помогли человеку. Он вам нажал за это «Спасибо». То есть ему за «Спасибо» вот здесь баллы, можно начистить балл. И также вам, например, поставлю два балла. Можно даже вот так здесь все устроить. Можно даже вот здесь вот ноль поставить, чтобы за «Спасибо» баллы не начислялись, а начислялись только человеку, которого поблагодарили на форуме. Вот здесь об этом как раз говорится. Я оставлю здесь и здесь. Фиксированный балл «Да», процент «Нет», опубликовано «Да». Единожды для пользователя. Нажимаем «Сохранить-закрыть». Итак, два правила активировали, но у нас сейчас ничего не сработает, если мы сейчас не подключим к Кунену. Для этого мы должны перейти в компоненты «Кунена форум». Напоминаю, что у вас он уже должен быть, этот форум установлен и настроен. Здесь переходим в плагины. И вот у нас здесь есть интеграция «Кунена Альфа-ьюзерпоинт». Мы можем зайти в сам плагин и посмотреть настроечки. Состояние обязательно включено. Включить поток активности «Да». Использовать аватары «Да». То есть сейчас вы увидите, что это такое. Аватар будет вести не на профиль Кунена, если кликнем по аватарке, а на профиль «Юзерпоинт». Использовать профиль «Альфа-ьюзерпоинт». Вот как раз-таки здесь «Да» нет. То есть это не обязательно. Профиль можно оставить Кунена. Лимит заработка баллов. Здесь можно также установить какой-то лимит. 0 – это значит без лимитов. То есть если мы сейчас зайдем в форум, зайдем в любой пост. Вот, например, сейчас я к себе зайду даже. Так, нужно авторизоваться, иначе профиль я не могу посмотреть. Вот, если я кликну вот здесь по аватару, то я попадаю в профиль Кунена. То есть если мы отказываемся от этого профиля, у нас теперь есть мощный компонент «Альфа-ьюзерпоинт», и там профиль, конечно, намного круче. Сохранить, закрыть. И еще есть один плагин здесь – интеграция «Кунена-Альфа-ьюзерпоинт». Также зайдем внутрь. Включаем его. Основные параметры. Включить поток активности «Да». И здесь все в принципе «Да». Сохранить, закрыть. Если мы сейчас обновим сайт, то у нас аватар меняется на дефолтный аватар из «Альфа-ьюзерпоинт». Мы позже здесь загрузим свой аватар. И, соответственно, если мы кликнем по аватарке, мы попадаем уже не в профиль Кунена, а в профиль «Альфа-ьюзерпоинт». Итак, вот пост администратора. Я зашел на сайт как тестовый пользователь. И, например, за его пост хочу его поблагодарить. Нажимаю «Спасибо». Нам вот здесь в сообщении сразу показывается, что я, тестовый пользователь, заработал балл. А автор поста заработал 2 балла. Если посмотрим в админку. 14 секунд назад вот два уведомления. Тест заработал 1 балл. Благодарность на форуме. Супер юзер админ получил 2 балла. Так, кнопка «Спасибо» у нас работает. Теперь попробуем ответить в этой теме. Нажимаем, например, «Быстрый ответ». Ставлю «Тест», «Отправить». И в сообщении наверху мы можем видеть «Поздравляем, вы заработали 1 балл». Ну и уведомления идут уже от форума. Также в профиль мы можем зайти. Последняя активность. И вот тут тоже мы можем просматривать. Ответить в теме на форуме. Я ответил, получил 1 балл за это. И также здесь видно благодарность на форуме, 1 балл. И всего у нас 3 балла у пользователя «Тест». Если у вас не сработало правило, вы можете поэкспериментировать. В правиле, например, здесь оставить уровень publish. И вот здесь выбрать метод «Всякий раз» по умолчанию. На этом я заканчиваю этот урок. У нас с вами все работает. Если для вас урок был полезным, ставьте, пожалуйста, лайк. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok